ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, товарищи! Рад вас всех приветствовать на открытом заседании Объединения рабочих Ленинграда. ПЕСНЯ Разрешите Открыть Собрание Следующей Повесткой Первый вопрос О задачах объединения Прозвучит доклад Докладчик Дмитриев Максим Денисович Грузчик-комплектовщик ООО Техноберинг Это я Вопрос номер два Комплексный О постановлениях Российского комитета рабочих Докладчики Шилов Дмитрий Юрьевич Напомните вашу специальность Монтажник радиоэлектронной аппаратуры И Лютов Евгений Борисович Слесарь Третьего разряда Автобусный парк Номер один Итак Прошу Да Зачем нам нужны Красные бумажки На которых написано мандат Это Мандаты для голосования Просьба во время голосования Поднимать их высоко вверх Чтобы можно было посчитать И просьба пожалуйста телефоны Все в бесшумный режим Перевести Итак Как раз Будет Потренируемся В голосовании На собрании Предлагается Председателем собрания Дмитриев Максим Денисович Секретарем собрания Предлагается Лазарев Вячеслав Михайлович Так За кандидатуру Председателя Если Прошу прощения Есть ли еще Какие нибудь Кандидатуры Кандидатур Нет Тогда прошу голосовать Кто за Кто против Кто воздержался За За секретаря Кто за Единогласно Так Есть ли какие нибудь Еще Дополнения Замечания В повестку Замечания Дополнения Нет Тогда голосуем в целом За повестку дня Озвученную выше Кто за Единогласно Так Тогда Разрешите мне Выступить по первому вопросу С докладом о задачах объединения Товарищи рабочие Товарищи рабочие По характеру общественного производства Мы работаем в коллективах Но вместе с тем Мы не единый коллектив Именно этой нашей недоработкой пользуется Работовзятель наш Дело представляется Следующим образом Собственники средств производства Благодаря безработице Формируют Рынок труда Таким образом Чтобы Снижать Удерживать На чрезвычайно Низком Уровне Цену рабочей силы Нашу с вами Зарплату Это Друзья Чистейший сговор С целью Извлечения Максимальной прибыли А раз Собственники Средств производства Могут Сговориться То и мы Должны Объединиться И договариваться Ради нормальной жизни Мы Рабочие Должны Сегодня И впредь Сплотиться В единой цели За улучшение жизни Всех Трудящихся города Почему Рабочие Должны сплотиться Ну Во-первых Потому что Именно рабочий Созидатель Всех Материальных благ Жизненно необходимых Всему обществу Для существования Никто и иной Не воспроизводит Жизнь Всего общества Своим Непосредственным Трудом Во-вторых Именно рабочие По своему По своему Положению В общественном Производстве Организованы Большие коллективы А их труд Собран в Производственные Цепочки Общий Результат труда Это конкретный Результат Труда Каждого В отдельности Рабочего А это означает Что весь коллектив Работает в едином Порыве Ради общего результата Уже этого Достаточно Для нашего Сплочения Ведь мы уже Едины во всеобщем Результате Нашего труда Но я укажу Еще один пункт В-третьих Всем рабочим Без исключения Не доплачивают Мы не имеем Достойных зарплат За свой тяжелый труд Он тяжик по той причине Что на наших плечах Покоится все общество Мы Рабочие Создаем огромные Стоимости Миллионы Миллиарды Триллионы Хозяевам Средств производства А за наш труд Нам возвращают Жалкие крупинки Этих стоимостей Рабочая сила Это единственный Товар Который может Создавать стоимость Большую Чем потребляет Это означает Что своей маленькой Зарплатой И невыносимыми Условами труда Мы позволяем Беситься жиру Всем богачам Тратить деньги На яхты Дворцы Самолеты А не на новые Станки Новые фабрики Заводы Автоматизацию Промышленности Охрана труда Медицину Образование Мы Своей общественной Безответственностью Ввергаем Общество В упадок Предлагаю Решительно Кончать С этой Безответственностью Наша Сила В объединении И рабочей Солидарности Наш инструмент Рабочие секции В действующих Профессиональных Союзах Наше средство Профессиональные Коллективные Договора Наша Стратегия Программа Задачи коллективных Действий Федерации Профсоюзов России Наши Задачи Представляются Следующими Повышение цены Рабочей силы Зарплаты Уменьшение Рабочего времени С сохранением Зарплаты И вместе с тем Увеличение Времени Для свободного Развития Улучшение Условий Труда Защита Интересов Всех Товарищи Рабочие Задачи Представляются Ясными И достиженными Объединения У меня все Есть ли какие-нибудь Вопросы К докладчику Прения Прошу выступить Благодарю Тогда Приглашаю По второму вопросу О постановлениях Российского комитета Рабочих Ввиду того, что Цели мною обозначены В нашем Объединении Идут Прямым следствием Постановлений Всех Российских Рабочих Прошу Слово Предоставить Лютову Евгению Борисовичу Для начала У вас 10 минут Товарищ Рабочий Здравствуйте Мы С Людей Юрьевичем Были делегатами На комитете Рабочих Последним И Там мы Приняли Четыре резолюции Две резолюции Возьму Объяснить вам я Еще раз представлюсь Людей Юрьевич Первый автобусный парк Следствие по ремонту автомобилей Первое постановление Постановление Российского комитета рабочих О создании Рабочих секций Профорганизаций В целях Преодоления Подчинения Профсоюзных Организаторов Рабочих Рекомендует В инициативном Порядке Создавать В профорганизациях Рабочие секции Берющие в свои руки Составление И продвижение Профессивных Проектов Организацию Коллективных Споров За улучшение Слова труда И оплаты работников В этой работе Надо руководствоваться Программой Федерации Профсоюзов России Для координации Деятельности Рабочих секций Праворганизаций Целесообразно Создавать Городские объединения Рабочих Действительно Лучше Действовать В тех Профсоюзах Которые есть Тем более Если они уже есть На больших предприятиях То, конечно, надо Ходить по цехам Разговаривать с рабочими И пытаться Вообще Выяснить Что они слышали Они про коллективный договор Потому что многие О этом даже не знают И если они слышали То, конечно же Надо Где-нибудь достать его В какой-нибудь Образец его И посмотреть Что там Есть хорошего Что там И можно улучшить И то, что можно улучшить Надо выписать на листочек Один Желательно В одну страницу Ходить по цехам Разговаривать с рабочими Только разговор с рабочими Только коллективное действие В этом наша сила По-другому У нас не получится никак Ну и Для координации Рекомендовано было Создавать Городские имения рабочих Мы, кстати, сейчас На таком Вот Второе постановление Постановление Российского комитета рабочих О выдвижении требований Кровоздателю О принятии проекта Коллективного договора Составленного работниками Рабочий профсоюз Рабочая секция Действующего профсоюза И Инициативный Комитет рабочих По заключению Коллективного договора Чтобы получить большинство Голосов за составленные Работниками проекта Коллективного договора Должны проделать Следующую работу Размножить проект И выжимку из него На одну страницу И распространить их В подразделениях В выжимку обязательно Учить требованиях Ежегодного прироста Заработной платы Повышающего уровень инфляции Не менее чем на 20% От уровня заработной платы Сокращение рабочего дня Улучшение условий труда И обеспечения безопасности труда Провести в подразделениях Собрания С обсуждением проекта И голосованием С составлением протоколов И сбором подписей За проект работников Третье Получив большинство За проект работников Предложить работодателю Провести коллективные Переговоры С освобождением Направленных работников От работы На период до 3 месяцев Согласно ТК РФ Для переговоров О принятии Подготовленного Работниками проекта Четвертое В случае отказа Работателей От принятия проекта Работников Провести собрание Подразделениях И сбор подписей За требование К работодателю Принять проект работников Получив поддержку В числа коллектива Пятое Письменно Предложить работодателю Принять проект работников С указанием Что в противном случае Работники начинают Коллективный спор И предлагают Участников Переговоров Коллективному Скору С требованием С требованием Освоить По среднему Заработку На срок До 3 месяцев Согласно ТК РФ В случае Если На переговорах Работатель Откажется Принятие проекта Как можно Улучшить свое Своё положение Ну единственный Наш инструмент Это коллективный договор Другого действительно нету Как говорил Максим Так что Вот у меня всё Так Ну то есть По остановлению То есть Единственное требование Которое Должен выставлять Трудовой коллектив Это заключение Коллективного договора Работников Конечно То есть Он должен быть Составлен работниками И за него должны быть Подписием Хотел пояснить просто Ага Так Тогда Слово предоставляется Ещё Да Вопросы К докладчику Есть? По постановлениям Возможно Если нет То Предлагается Принять В виде руководства К действию Для объединения Рабочих Ленинграда По постановлениям Первое постановление Это Вот это Да Постановление Российского комитета Рабочих О создании рабочих Секций Ну поскольку У нас Как раз таки Объединение Рабочих Города Создано То Считаю Первую часть Этого постановления Уже выполнены И довольно успешно Судя по Пришедшим рабочим Которым Мне всё равно Что происходит На предприятиях Нашей Нашего города Но Здесь Конкретно Ещё Говорится О Создании Рабочих Секций В Профессиональных Союзах Наших Предприятий Предлагается Голосовать Товарищем Рабочим За Принятие В работу Данное постановление Кто за Кто за Так Кто против Кто воздержался Нет Принятый Единоглас По второму По второму Это Постановление Российского комитета Рабочих О выдвижении Требований К работодателю О принятии проекта Коллективного договора Составленными Работниками Ну Как раз таки Да Как показала практика Требование Коллектива Должно быть Едино И оно должно быть Одно Но такое требование Которое включает в себя Максимальное Улучшение Условий Труда Всех и каждого Это Представляется В Прогрессивном Коллективном Договоре Которое Которое Составлено Работниками И в интересах Работников Выставляя Единое требование Мы Не позволяем Нашим Нашим Хозяевам Средств производства Да Нашим Работовзятелям Мухлевать И маневрировать Мы Выступаем Единым фронтом И просим Всего сразу Всего того Что нам необходимо И то что Мы заслуживаем И Это уже Не оставляет Для них Никакого Шанса На маневр Никаких Разговоров Либо так Либо Как говорится Либо Никак Я считаю Это достаточно Прогрессивно Поскольку Распыляясь На мелкие требования Многие коллективы Были Раскалывали Самый Ответственный Момент Потому что Кого-то Подкупили Кого-то Заболтали Кому-то Попытались Сделать Условия От которых Он Решил Скажем так Выбрать Путь Наименьшего Сопротивления Это же Не даст Никаких Вихляний И не коллективу И не работодателю Так что Предлагаю Принять Это постановление В работу Объединения Рабочих Ленинграда Прошу голосовать Кто за? Единогласно Постановление Принято Итак Следующее слово Имеет Товарищ Шилов Дмитрий Юрьевич Прошу Приветствую вас Уважаемые товарищи Ну Хотел еще добавить Несколько слов По предыдущему вопросу Что Действительно Эта тактика Она Мне кажется Выбрана Верная Вот это Позволит Коллективу Не утонуть В этих Бесконечных Ну Длительных Переговорах Да Которые В общем то Ну как Как мы видим Практика Забастовочного Движения В нашей стране В общем то Не очень то Развито Последние В последние годы Вот и одна из причин Это как раз Как раз таки Вот Очень сложные Затруднительные Да Вот эти процедуры Да Бюрократические Вот Юридические Процедуры Которые Ну не позволяют Коллективу Довести дело До забастовки Вот А тактика Которую предлагает Рабочая партия Она Как раз таки Позволяет Вот Этот процесс Завершить Вот Более Успешно Как нам кажется Ну и конечно Создание рабочих секций Тоже очень важный момент Потому что Как мы видим Профсоюзы Профсоюзное Движение Имеет склонность К загниванию Вот Его верхушка Так сказать Освобожденные Работники Там И прочие Факторы Которые Вот Значит Не способствуют Доведение Требований До Ну До своих До реализации То есть Требований Вот То есть Это тоже Ну Он Позволит Значит Рабочему Классу Как Самой Прогрессивной Силе В общем Коллективов И Всего Общества Развития Производства Развития Нашей Страны Довести До Своей Реализации Также Это Тактическая Казалось бы Такая задача Но На самом деле Она Ведет к стратегической Цели Которая Ведет Через Создание Забастовочных Комитетов Через Забастовок Созданию Советов Вот И В общем Ситуации Двоевласти Также Значит На российском Комитете Рабочих Были Рассмотрены Постановления О Значит Действия Значит Постановление Которое Связанное С Эпидемией Коронавируса В нашей Стране Ну и Также Во всем Мире Ну и Как и везде Капиталисты Пытаются Использовать Значит Ну Факторы Да Такие Кризисные Да То есть Переложить Издержки Производства На плечи У нас Рабочего Класса И Так же Эту Эпидемию Да Использовать Как бы Да Так чтобы Не потерять А А Тем самым Мы видим Что наше положение Ухудшается Да В эти времена Кризисные Вот И В связи с этим Российский Комитет Рабочих Рекомендует Профсоюзным Организациям Добиваться от Работодателей Неукоснительной Реализации Установленной Государством Норм и правил Профилактики Коронавируса Это первое Второе Принятие Дополнительных мер Такой профилактики Сокращение Рабочего дня Без уменьшения Заработной Платы Проведение Вакцинации За счет работодателя Доставка Работников На предприятия И домой Ведомственными Заказными Автобусами И так далее Третье Выполнение Действующего Коллективного Договора В полном объеме Четвертое Включение В коллективный Договор норм Предусматривающих Дополнительные Социальные гарантии Работникам В ситуациях Подобных Пандемии Коронавируса Вот Уважаемые Товарищи Ну В общем-то Вот эти Требования Я вот так еще Вижу эту ситуацию Что Как Капиталисты Пытаются Это Обыграть Свою сторону А мы рабочие Должны Это Эти явления Негативные Как говорится Ну Вроде казалось бы Негативные Но в нем Есть позитивный момент Мы же знаем Что В негативном Есть и Позитивные Надо повернуть Это в нашу сторону То есть Вот Допустим Вот Требования Выполнение Коллективного Договора В условиях Коронавируса Обретает Ну такую Ну Еще большую актуальность Вот То есть И И так же Сокращение рабочего дня Тоже Вот Раз Коронавирус является фактором Да Который Ну Вредным фактором То есть Сокращение вредного фактора Это сокращение рабочего дня Как и Как и других вредных факторов Это Вот так как одно из Требований Аргумент То есть это Весомый аргумент В переговорах Вот В требованиях Вот Включение В коллективные договоры Доведения В общем Их До Забастовки Вторым вопросом Ну точнее уже не вторым А четвертым вопросом Значит Постановление Российского комитета рабочих О Включение В коллективный договор Норм труда и оплаты Правил И норм охраны труда И техники безопасности Отвечающих интересам работников Значит Коллективный договор Является прогрессивным Если он отвечает Интересам Работников Ну прежде всего Рабочего класса Ну соответственно И интересам Всех работников Для реализации В полном мере Интересов Работников Существует Такая программа Задачи коллективных действий Она Разработана В частности Значит Федерации Профсоюзов России Это Прогрессивная Организация Которая Имеет своим символом Красное знамя И туда входят Передовые Самые Боящиеся Профсоюзы России Такие как Профсоюз Диспетчеров Значит И Другие Значит И В своей Работе Значит Российский комитет рабочих Рекомендует Пользоваться Этой программой Задачи коллективных действий Вот Значит В эти Значит Первоочередными Нормами Для включения В коллективный договор Является Области Норм И оплаты труда Сокращение Продолжительности Рабочего дня До 6 часов Об этом много говорили Вот Это Требование На сегодняшний день Вот Является самым Таким Прогрессивным Поскольку и нагрузка На рабочий класс Не уменьшается Только увеличивается И Вредности Ну и все В общем-то факторы Вот эти Вредные И пандемия И Только усугубляет это положение Ну и Свободное время То есть Мы Заводы Наши Сейчас Переносится Как бы За пределы Там Городской черты Или удаленно Находится От проживания То есть Время До Доставки Себя До рабочего места Увеличивается Вот Соответственно Все эти факторы Не способствуют Развитию Рабочего класса То есть Как бы Времени Для свободного развития Остается все меньше В связи с этим Вот Борьба за шестичасовой Рабочий день Позволит Рабочему классу Освободить время Для Борьбы Коллективной Вот опять же Сюда приехать Да вот Пока нас тут не так много Но вот Опять же тоже Если бы было больше Времени Ну вот Люди бы Может быть Больше было бы людей Здесь Вот Если бы больше Отдыхали И Тратили Меньше времени На дорогу Так Ну вот Самые такие Прогрессивные Да Требования Это увеличение Времени оплачиваемых Отпусков С учетом Трудового стажа Длительности Работы на предприятии И производственных показателей Отпуска Это очень Такой Животрепещущий Вопрос А вот Поскольку И вредности Сокращаются И отпуска Урезаются У нас постоянно Вот И такая угроза И у нас существует Сейчас на предприятии Вот Поскольку Ходят слухи Что хотят Вредности убрать И в общем-то Это очень и очень важно Но мы Как Как Мы Как Это самое Мы же Ну как Хитрые Мы должны Упреждать Как бы Это дело То есть Вот То есть Не за счет Вредности Да, а за счет Вот Подложительности Стажа Стажа Прошу прощения Угу Дадим еще Товарищу Время Кто За Еще Здесь Ага, спасибо Вот То есть Вот Российский комитет рабочих Предлагает Да, такую Тактику Чтобы Да, с этим Бороться Значит Заключение Трудовых Договоров С указанием Полной Заработной платы Исключение Устных Договоренностей И серой Зарплаты Ну вот Тоже, да Такое Значит Чтобы Официальная была Зарплата, да Ну и так же Доведение Премиальной части Не менее Чтобы Чтобы фиксированная часть Была не менее Восьмидесяти процентов Это очень важно Потому что Ну работодатель Тоже Как обычно Пытается При любых Каких-то сложных Там Ситуациях Или Лишить Лишить Работника Премии Либо Значит Опять же Там Сократить Ну Оставить без премии Урезать премию Да То есть Вот эта часть Она должна быть Фиксированная Ну Серая зарплата Это вообще зло Это как бы С нее ни налогов не платят Ни государству Ни Это И Ни мы не получаем Тоже никаких Значит Отчислений Вот И Ее можем лишиться В любой момент То есть Пока Пока она есть Сегодня Да А завтра Вот любым Приглогом Ее могут У нас забрать Поэтому Это Одно из первоочередных Требований Должно быть Ежегодное Повышение заработной платы Значит Повышение уровня Ежегодное Повышение Заработной платы Превышающее Уровень Инфляции На 20 Процентов От уровня Заработной платы Вот Таким образом Товарищи Мы Сможем Постепенно Да Вот За несколько лет Там Ну в течение может быть 5-7 лет Да Добиться Уровня Значит Стоимости Рабочей силы Которая на сегодняшний день По Средним оценкам В зависимости от регионов Составляет Порядка 250 тысяч рублей В ценах 2001 года На человека Вот Ежегодное Повышение Заработной платы Превышающий Уровень инфляции Да Я уже сказал Так Значит в области Условий И охраны труда Осуществление контроля Со стороны Профсоюзных Организаций За проведением СОУД На всех этапах Включая выбор Организации Проводящей СОУД Согласование Методики Проведения СОУД Идентификацию Вредных И опасных факторов Проведения Исследований Замеров Уровня Вредных И опасных факторов На рабочих местах Установление Класса опасности Рабочих мест То есть Вот опять же Вот эти рабочие секции Наши Которые мы Будем создавать Они будут Способствовать Тому что рабочие Как самые Заинтересованные Да вот Инженеры там Сидят за компьютером Там у Кульманов Там я не знаю Сейчас наверное уже Не стоят Но не суть Потому что Больше всех заинтересованы Рабочие Как раз Они И будут Влиять На руководство Профсоюза Добиваться На проведение Чтобы Вот эти Специальные оценки Условия труда Происходили в интересах Рабочих То есть Нас С вами Вот Ну кому как не нам Собственно этим и заниматься Получается Вот Так Такая вот ситуация Складывается Значит Разработка и контроль Со стороны профсоюзной Организации За осуществлением Плана Мероприятия По улучшению труда По результатам СООД Установление льгот И компенсации За вредные И опасные условия Труда На уровне Стимулирующим Работодателя К проведению Мероприятий Направленных На улучшение Условия труда Обеспечение Беспрепятственной Работы Общественных Инспекторов Охраны труда Наделение их правом Остановки работ В случае Выявления Нарушений Правил Охраны труда И технику безопасности Закрепление В коллективном договоре Право Работника На приостановку Работы В случае Несоблюдения Правил И норм Охраны Труда И техники безопасности В том числе Прописанных В коллективном договоре С целью заключения И осуществления Прогрессивного Коллективного договора Коллективу предприятия Необходимо Готовить Забастовку И при необходимости Ее проводить Вместе с тем РКР Рекомендует Каждому рабочему Выяснить Те характеристики Своего рабочего места Отклонения От которых Создает Угрозу жизни И здоровью Что дает Основание Статья 379 ТК РФ Отказаться От выполнения Такой работы До устранения Нарушений Вот такие Постановления Товарищи Что еще добавить Может быть Вопросы Какие-то будут Да Товарищи Хорошо Представьтесь Пожалуйста Глава Шантон Я работаю Электромонтажником На Балтийском заводе Постоянные нарушения Ну Это техники безопасности И Неоднократные Были обращения Работников К мастерам Они Над ними просто смеются Откровенно И Ну Как вот С этим Бороться Надо В корень Смотреть Именно Взаимоотношения Ну Как Работника И Руководные Представители Работника Мастер же Это Тоже Работник Соответственно Вот эта Прослойка Между Работодателем И Обычным Работником В виде Мастера Инженера Тоже Большие проблемы Создают Ну да В общем то Ситуация Ситуация Такая Ну как мастер Получается он между Молотом и наковальней Да Вот он Он вроде как и с рабочими Но Но больше он Ну да Он Освобожденный работник Ну как правило Представитель работодателя Представитель работодателя Да Поэтому Борьба Тут Следует Коллективно Объединяться То есть Опять же вот этой секции рабочей Не один Вот один когда человек подходит Вот я там Да Ну как бы там Я не буду там Ну один не скажешь Хотя можно искать одного Даже я не буду делать эту работу Да Вот Устраните Эти там Неполадки Но опять же это имеет Силу когда это вот Ну Несколько человек Коллектив Отказывается от работы В принципе даже тут Забастовки то не надо Это просто Выполнение Требования Выполнения Ну правил Элементарных Безопасности То есть это Это же не шутки В принципе Разные бывают Случаи Ведь мастер Не пострадает И начальник не пострадает Он как правило Так происходит Только уж В самых таких случаях Там Да сам Ну снимут с работы Там да Ну дадут может быть Безусловный срок какой-то Что ему будет А люди Лишаются Здоровья И жизни Бывает На производстве Рабочие Поэтому Это в общем надо использовать В наших интересах Вот Только это надо Надо Вот опять же Это секции нужны Нужны рабочие секции Где это все Можно Организованно Проводить И нарушение Техники безопасности Это хороший повод Для В общем Приостановки Приостановки Да Приостановки Без Значит прохождения Да Вот этих Процедур Вот Переговоров Это в общем Как итальянская Забастовка Ну вот Так что Надо объединяться Вот Советую Товарищам Объединяться И как-то В общем Устранять Эти вещи Конечно Изучать Нормы Да Опять же Кстати говоря Вот инспектора Вот это Практика То есть Назначение Рабочих Инспекторами Охрана По охране Труда То есть Чтобы люди Из рабочей среды Опять же Занимались этим И Они таким образом Войдут В актив Профсоюза Вот И уже Если в договоре Прописано Что нельзя Значит Увольнять Без согласия Ну Активистов Профсоюза То опять же Он защищен будет Вот Этот инспектор По охране Труда Такая Перспективная Тоже Это Направление Еще какие-нибудь Вопросы К Закладчику Ну вот Я хотел бы Немножку еще Добавить Прозвучало Да Вот Ну Желательно Выступать Коллективом Не одним Но когда Рабочие Слышат коллектив Сразу Воспринимает Сотни Нет Достаточно Пятерых Для начала Держите себе Как вот Путеводную нить Пока Пять человек Которые вот Действительно С которыми Вы В разведку Сказали что вот Ну Мы же понимаем что вот Сейчас мы Явно потратим Здоровье И нам его Никак не возместят Не компенсируют Ни отгулами Ни зарплаты Ничего Но нам это необходимо Раз нас привлекает Либо мы не должны Выполнять эту работу Без компенсации Либо Вы должны Компенсировать И Когда вот пять человек Там И допустим Вы пятый Либо вы шестой Подойдете Уже к мастеру Это будет уже Совершенно другое Он может посмеяться Но в конце Когда вы Напишите Все Приостановку Работы По несоблюдению Техники безопасности Или так далее Смеяться он Уже не будет А еще такое Вот сейчас Это тоже Пришло на ум Что Надо акт составлять Да По нарушениям То есть Значит Три человека Да Пишут И фиксируют Значит Это нарушение А бумага составленная Да Ну просто фиксируют Что вот факт нарушения И все Вот И уже Уже На такую бумагу Ну ее нельзя Как бы просто Отложить там Да На нее должен быть Письменный ответ Вот То есть Я не знаю Чем папа Соответствие То есть Значит 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 Правилами Да И так далее Да То есть Научиться тоже составлять акты Надо Рабочим Фиксировать Нарушение В первую очередь Не быть равнодушными На самом деле Потому что равнодушие Как раз таки Является Смертельным Фактором Для многих рабочих Не выспался Плохо Поспал Плохо поел Начал бегать Начал Суетиться Сунул Не туда руку Забыл Что-то поставить На предохранитель Забыл Забыл положить Правильный инструмент Здравствуйте Приехали И Как правильно сказали Мастер Ну он скажет Это виноват рабочий И администрация Скажет Это виноват рабочий А ваша семья Что будет делать А вы что будете делать После этого Поэтому Надо Поднимать сознание Рабочих На своих местах И разъяснять им Что В первую очередь Это их жизнь И их здоровье И Работодателям Наше здоровье Ну Есть сотни тысяч Таких же Для них это вот так Для нас Это наши жизни Поэтому К вопросу о компенсациях Мы не просто Первый шаг Мы должны добиваться Этих компенсаций Которые нам уже положено То есть Хотя бы Даже то что нам Положено уже Второй шаг Добиваться большего Этих компенсаций Но как Переход К третьему шагу Создание Таких Таких Рабочих мест В которых Будет Минимизирована Опасность Рабочего Для его здоровья И жизни То есть Улучшать Охрану труда Есть еще какие-то Вопросы К докладчику К поступающему Нет Тогда Предлагаю Проголосовать Со Принятие В работу Третьего постановления А именно Постановление Российского Комитета Рабочих Действия Профсоюзных Организаций По защите Интересов Работников В обстановке Коронавируса Прошу Голосовать Кто за? Единогласно И О постановлении Российского Комитета Рабочих О включении В коллективный договор Норм труда И оплаты Правил И норм охраны труда И техники безопасности Отвечающих Интересам Работников Прошу Голосовать Кто за? Единогласно Единогласно Еще Пару слов Собственно говоря О постановлениях О Российском Комитете Рабочих В общих чертах Почему именно Постановление И почему именно Российского Комитета Рабочих Как вы понимаете Здесь собрались Рабочие города Ленинград Кто-то называет Санкт-Петербург Это не суть важная Это наш город Это наша работа На которой мы проводим Без малого Большую часть нашей жизни И проведем Поэтому Это наша задача Это наша И цель И задача И средства Это Улучшать И зарплату И условия труда И безопасность И все Для того Чтобы впоследствии Нам работалось лучше Всем остальным Работалось лучше Ну и конечно Не забываем Что у многих есть Дети Будут дети Вот Мы это Оставим им Соответственно Мы должны уже сейчас Думать об этом Так вот Российском Комитете Рабочих Вот здесь мы собрались И решаем Ну Громко конечно Пока сказано Но Это начало Решение Судьбы Нашего города В виде Производства На которых мы работаем Впоследствии Впоследствии Нас будет больше Когда Не могу сказать точно Но нас будет больше И мы будем уже Решающей силой Если будем работать В том плане И в том темпе Который мы выработали уже На данный момент Нам Не так много времени Нашему объединению Но Успешность Его доказывает Рабочие готовы И хотят бороться Готовы Идти вперед И это Необходимо Не только Поддержать Но и увеличивать Темпы Так вот Здесь мы собираемся И решаем На уровне Города А на российском Комитете рабочих Собираются рабочие Со всего Со всей нашей страны В последнее время Их становится Все больше и больше Заинтересованность Естественно есть И что самое важное Приезжать Начинают Не только Отдельные Рабочие С предприятий Но и так же От Профсоюзов То есть Поднимается Вновь Сила Профсоюзной борьбы Профессиональные союзы Вновь начинают Поворачивать В стороны Интересов Рабочих Мы выбрали Принимать Постановление Российского Комитета рабочих По тому виду Что Собираясь Рабочими Со всей России И вырабатывая Общее решение Вот действительно По всей нашей стране Это Мы Как на уровне Города Я считаю Просто не можем Не руководствоваться Им Есть такое Поговорка Зачем изобретать велосипед Он уже есть Мы лишь Должны его Принять В работу Да То есть Взять Оседлать его И начать двигаться Во-вторых Таким образом Пока У нас Одно объединение В нашем городе Но я знаю Я считаю Что готовится Вот даже на этой Неделе В Ростове На Дону Готовится Объединение рабочих Такое же как у нас Собрание В воскресенье Готовится В Екатеринбурге Сейчас идет Подготовка К организации Собрания И я думаю Что в ближайшее время Их становится все больше И больше И российский комитет рабочих Будет связующим звеном Между всеми нашими городами Тем самым Мы все вместе Работая Каждый В своем городе Будем улучшать Условия труда По всей нашей стране Где будут Объединения рабочих Поэтому Объединения рабочих Должны быть Максимально В каждом Большом Крупном Малом Там где есть промышленность Там где есть Достаточно Значимое Количество рабочих Особенно В градообразующих Предприятиях Таким образом Мы начнем Поворачивать Вот это вот Падение Нашей страны Да В тяжелые условия Да Мы Должны просто взять И ну Как мы рабочие Мы создаем Материальные блага Мы Ответственны За наш мир Конкретно Вот Мы ответственны За наш город Поэтому Считаю Практикой Российского Комитета рабочих Собрания Да Заседаний Российского Комитета рабочих Очень правильную И для нас Как Объединение города Это Будет И Координатором И Путеводной звездой То есть Возможно наша работа Даст что-то новое Российскому Комитету рабочих Потому что Здесь практическая деятельность Да И причем Массовая практическая деятельность Вот И Скорее всего Российский Комитет рабочих Станет намного шире От таких объединений Рабочих На По городам И это уже будет Весомая сила На уровне страны С которой Придется считаться И придется А раз с ней Придется считаться То придется считаться И вот С нашим объединением И с объединением Других городов Поэтому вот Съезд Объединения Рабочих Нашего города Был Приурочен Каждые Полгода После Проведения Заседания Российского Комитета Рабочих Чтобы Рабочие страны Собрались При этом Нам Ничто не мешает Туда поехать А даже рекомендуется Поделиться Практическим опытом С другими товарищами С другими Из других городов Или Перенять Опыт их Собственно Чем и Заключается Сама Идея Российского Комитета Рабочего Это передача Непосредственного Практического опыта Потому что По своему опыту Знаю Я там был Многие вещи Которые Кажутся Очевидными Совершенно не очевидны И более того Приехав туда Я узнал Настолько Нового Что Для Практических Рабочих Начнет Интересоваться Российским комитетом Рабочих Нашим объединением Чем даст Собственно Опять-таки Приток новых рабочих Даст силу объединения Так У меня На этом все Если Есть ли какие-то вопросы Может быть кто-то Хочет выступить У кого-то есть какие-то Соответственно Свои какие-то переживания Соображения Возможно Да Можно Да Так Ну поскольку у нас Товарищ Михаил Васильевич Попов Не рабочий Прошу рабочих Проголосовать Дадим ли мы его Слово Кто за Единогласно Прошу Дорогие товарищи Значит я Хочу Поздравить Всех присутствующих И Всех-всех Кто будет смотреть Передачу На канале Фонда Рабочей Академии С этим Знаменательным Событием Которое Говорит о том Что Рабочее движение Не пропадает Оно Расширяется Будет расти И Действовать Основательно При этом Я Здесь выступаю И как Консультант Российского Комитета Рабочей С одной стороны И как Президент Фонда Рабочей Академии Полное название Фонда Рабочей Академии Фонд Содействия Обучения Рабочих Я От имени фонда Здесь присутствует Ленинградского Отделения фонда Профессор Казенов Мы Будем оказывать Со стороны Ученых Патриотических Необходимую помощь Для Необходимую Для деятельности Объединения Рабочих И для укрепления Союза Рабочих С патриотическими Ученными Ученами Должен сказать Что само Объединение Рабочих Было Учреждено Тремя Сам фонд Рабочей Академии Был Учрежден Тремя Объединения Рабочих Предприятий Промышленности Транспорта Ленинграда Объединением Рабочих Союзом Рабочих Москвы И Объединением Рабочих Нижнего Новгорода Четвертая Организация Которая Учрителем Это Петровская Академия Наук и Искусств Где Ученые Которые Действуют В интересах Рабочего Класса Трудового Народа Значит Я От имени Фонда Рабочей Академии Хочу поздравить С образованием Объединения С возрождением Объединения Рабочих Ленинграда И Хочу Делать Маленькие Замечания Которые Предложить Рассмотреть На Комитете Порядки Поправок Устав Ну и Для предания Я бы сказал Красоты Учреден Съездом Объединения Рабочих Ленинград Г Ленинград Я думаю Ленинград Содержит в себе Слово Град То есть Город Да еще Русское слово Хорошее Поэтому Я думаю Слово Град Регулярное Вплоть Вплоть То есть И остановились Все Конец Вообще Надо все Забрать В В Общественные Фонды Передать В общественные Фонды Вот так Поэтому Я думаю Вот такую Формулировку Можно сделать Увеличение Заработной Платы Рассчитаны Для Санкт-Петербурга На текущий год Ну и Последнее У меня Предложение Имеющее Ввиду Дальнейшую Экспективу Сейчас у нас Объединение Рабочих Носит Инициативный Характер Наиболее Сознательные Наиболее Организованные Рабочие Наиболее Ответственные Я бы сказал Которые Сорганизовались И продемонстрировали Что в рабочем классе Всегда найдутся Люди Которые Проявят Инициативу И это честь и хвала Тем товарищам Которые здесь Присутствуют И я думаю Много еще Таких товарищей Не присутствует Но будут С нами Заодно Тем не менее Каковы Перспективы А перспективы Таковы Что мы должны Прийти к такому положению Когда На съезды Будут Сюда Прикроить Люди Которых Избрал Производственный Коллектив Или Забастком Потому что Такая процедура Подготовки Забастовки Что обязательно надо Забастком Избирается Большинством Совета Рабочих Потом Второй Потом Третий И так далее И так сказать Мы должны Эту перспективу Увидеть Объединение Которое Пока Приравлено Друзьянки Но По своей Инициативности Если Хотите Собирайтесь Работайте Действуйте Но Перспектива Такова Появится Уже Самый Настоящий Совет Городской Совет Рабочих Я хочу Напомнить Как формулировалось Это положение О Советах Выбора Во второй Программе РСДРП Которую подготовил Ленина Которая была принята В 19-м году На 8-м съезде Основной Избирательной Единицей И основной Ячейкой Государства Не только Избирательной Ячейкой государства Является Не территориальный Вокруг, а завод Фабрика И вот Все наши беды Во многом Связаны с тем Что от этого Ушли От этого Отказались Надо к этому Вернуться Поэтому Я предлагаю Ставить Такой Третий Пункт Соответственно Третий Пункт Организационные Принципы Кстати Точечки в названии Нужно все выбрать Потому что Это название в точке не ставится Рабочие избранные депутатами производственных или рабочих коллективов Или направленных Или направленные В объединение рабочих Ленинграда Забасовочными комитетами Получают статус Депутата Ленинградского Городского Совета Рабочих Ну давайте Мы такой Впереди Поставим Огонек И будем к этому Стремиться К тому Чтобы мы Действительно Были Могучим органом Который будет Операться На силу уже производственных коллективов Забасковых Из которых Придется всем считаться Независимо от того Нравится им это Или не нравится Так Ну в связи с нынешним положением устава Который уже Принят Следующий съезд Просмотрит Это Поправку Вот Поскольку Только съезд у нас Рабочих Изменяет И дополняет устав А это Внесение В изменение устава Вот Следующий Съезд у нас Будет Пока Условный Через полгода Получается После Ноября Где-то Перед Новым годом Либо После Ну в зависимости от Посмотрим На Возможности Надеюсь Что к тому времени Нас будет еще больше Потому что У нас съезд Это будет Делегированный То есть Сейчас Пришли рабочие Просто Которые Неравнодушны Свободны Свободны Своей волей Впоследствии Конечно Необходимо Чтобы Об этом узнавали И в коллективе То есть Чтобы коллектив Сказал Да Мы отправляем Два допустим Человека Достаточно Для начала Что Я и мой друг Отправляем Нашего товарища Представлять Наши интересы И И Это интересная Вещь Поскольку я был Так же делегирован Как вот мои товарищи От своих коллективов С одной стороны И они Вовлекаются В процесс То есть Ощущают Некая Ответственность И В тот же Самый Момент Второй Они Наделяют Этой ответственностью Своего товарища Он уже знает Что за Его словами Будут Два человека И отвечать Он уже будет Перед ними За то что он Сделает За то что он скажет То есть Как представитель Своего коллектива И это очень Водушевляет И в то же время Бодрит Вот И наполняет Полными мыслями кстати Съезд рассмотрит Данную поправку Если конечно Возражений нет Прошу рабочих Проголосовать Кто за Единогласно Что ж Так Единственное что Не обсуждено было Я думаю что это Как раз таки Как научный Консультант Российского Комитета рабочих Сможет Осветить Рекомендации Научно-практической Конференции Коллективный договор Как система Забастовочных требований Кто сможет Осветить Идея Вот Этого Положения Которое Дает О том что Коллективный договор Это система Забастовочных требований Содержит в себе Указание на то что Никто Никакой коллективный Договор Который улучшает Положение рабочих То есть Изменяя Распределение Между Доходами рабочих И Коллектива И Работодателя Никто Просто так Без борьбы Без забастовки Не примет Плохой договор можно Хороший Нет Об этом говорит Забастовочная практика И вообще Вся договорная практика Трудовых коллективов Поэтому с самого начала Надо понимать Сначала Мы напишем проект Сначала У нас будет Большая работа Это связанная с тем Чтобы Сплотить большинство Вокруг Этого самого проекта Если этого большинства Не будет То Как вы понимаете По закону заключить Уговор нельзя Но если У нас будет большинство Вот теперь Большинству Нужно будет Провести большую борьбу Сначала Борьбу с теми Кто считает Что добрый наш работодатель Стоит ему показать Он сразу расставит И сразу скажет Давайте Поэтому На первом этапе Есть даже специальный раздел Социальное партнерство Проходят Переговоры И вот на эти переговоры Надо отправить им на тех Которые считают Что они Добрые работодатели Что он согласится Вот они Выйдут На эти переговоры Но Уже те кто Переговариваются Должны быть Согласно закону До трех месяцев С оплатой По среднему И те кто будет Переговариваться Хоть они очень любят Работодателей Добрые к нему Они должны приходить В бригаду И докладывать Как идут переговоры Ну как Договорились Договорились Вы говорили что сейчас мы пойдем Попросим Он добрый Хороший Он нам помогает Особенно когда он доплачивает Чтобы потом мы Пенсию не получали Соответствующую И вот Эти три месяца Проходят И у вас появляется Большое количество людей Которые Которые поняли Что так просто Разговорами Ничего не получишь Которые считали Что надо просто пойти К нашему доброму хозяину И хорошо с ним поговорить А вот Второй шаг Уже Относится к другому Совсем разделу Трудового кодекса Который называется Коллективно-трудовые споры Споры Это хитрое название Потому что В первом Трудовом кодексе Который был Союзный Там стояло так Коллективно-трудовые споры В скобках Конфликт Было понятно Что будет конфликт А конфликт Это Противоречие Обостревшиеся По такой степени Что Сила аргументов Заменяется аргументами силы Вот это Выбросили Для того Чтобы успокаивать Убаюкивать товарищей Так Надо понимать Что Коллективно-трудовые споры На самом деле Это уже конфликт У вас не получилось Заговориться Не получилось Раз не получилось Тогда надо пройти Всю необходимую процедуру Которую предполагает Забастовка Первое Что будет Это Примирительная комиссия Но для того Чтобы ее Проходить Нужно опять Выделить таких товарищей Тут уже нужно Крепих и твердых Которые Никаких иллюзий Не питают Что ответили В том числе Может быть и тех Кто уже школу прошел Уже походил И понял Что так Ничего ему не дадут Опять-таки Надо добиться Чтобы оплата была Посредним до трех месяцев И начать проводить переговоры Вообще Там срок Очень короткий Дается Для примирительной комиссии Но никто не ограничивает его Поэтому Скажем Опыт докеров Говорит о том Что хозяева готовы Переваживать за год Лишь бы Так сказать Не повышать зарплату Всему коллективу А этим Ну и сидит там Шесть человек Подумаешь И будут платить После примирительной комиссии Идут Такие процедуры Которые Являются формальными И никто их не проводит Только бумаги пишут Это Приглашение потребника И трудовой арбитраж Формальные То есть надо Записать В протоколе Что мы Переговоры на эту тему Вели И ни до чего Не договорились Тогда Считается Что на этом самом Скорре Коллективный Не разрешен И Коллектив Получает Юридически Право На завословку А для того Чтобы им воспользоваться Надо опять Собирать конференцию То есть конференцию Приходится собирать Третий раз Первый раз Для первых переговоров Второй раз Для начала переговоров Коллективных Годового спора И третий раз Для решения вопроса Забастовки Там надо записать Чтобы забастовка Будет Бессрочная Бессрочная Это значит Чтобы не получилось Так Что Не добились Чего-то Прекратили А Ситуация Может быть Очень опасна Для коллективов А в забастовке Вы защищены Во время забастовки Нельзя проводить Локал То есть Массовое увольнение Во время забастовки Действует Забастовочный комитет Забастовочный комитет Отвечает За безопасность За охрану имущества Работников Работодателя И за Порядок На предприятии То есть Он решает Некоторые вопросы Проводить Не проводить Работать Не работает Рекомендуется Вот Обыдными людьми Делать забастовки Такие Как Частичное прекращение работы Ну вот скажем На час Или на два На два часа То есть Вы требовали Шестичасовое рабочее День И не получили Тогда Вы ошли До забастовки Вы записали Забастовка Будет такая Частичное прекращение работы На два часа И все И так можете работать Бесконечно Но За три дня У вредных администрацию С другую сторону Можно изменить Режим забастовки Сделать там Один час А можно четыре А можно пять А можно переставить То было Перед обедом То после обеда То с утра То вечером Но каждый раз Надо за три дня Увергать администрацию Чтобы она знала Кто Хозяин здесь На предприятии Во время забастовки Докеры Например устроили Такое совещание Когда они пригласили Зам директора По режиму Вот Пригласили Линейный отдел В линейный отдел Милиции Ну и там Обсуждали вопрос О создании рабочих дружин Раз написано Что во время забастовки Отвечая за порядок На предприятии И дисциплину Забастков Значит Надо Надо учить Каким-то Боевым Единоборствам Так что Диу-джитсу Дзюдо Айкидо Это дело Обсуждали И тогда Глянгер Блесин Который Между прочим 17 миллиардов долларов Понял Что они заехали далеко Что надо Как-то это дело решать Тем более Что правком написал Что надо Национализировать Порт Поскольку эти люди Которые руководят Портом Они не понимают Интересов государства И так сказать Тогда Могучая забастовка Которая была Протована Закончена Но Эта забастовка В данном случае Как только пример того А порядок О котором я говорил Он однозначный И Не какой-то Хороший Коллективный договор У вас хороший проект И его без забастовки Заключить нельзя То есть Вы хотите Вынуть у него из кармана То что он только что заложил У вас у всех Повыбирал Как вы собираетесь Только силой А сила есть Очень простая Забастовка Забастовка у нас Конституционное право Забастовка у нас Прописана В трудовом кодексе Ну и Нам могут сказать А вы не пользуетесь Ну раз вам Вы не пользуетесь Вам не надо Ну раз вам не надо А нам деньги пригодятся Вот такая сейчас картина Спасибо Да Собственно скажу Пару слов от себя Еще По поводу Этой Как система Забастовочных требований Как показывает Сейчас практика Я Просматриваю Достаточно большое количество Информационных ресурсов На тему Как раз таки Рабочего движения И забастовочной борьбы По Всему По всей нашей Матушке Родине Кстати Да Расматриваю Что как будто бы его и нет Но на самом деле Я показывал неоднократно Своим товарищам о том Что я В момент Когда я Встаю С утра И пью кофе Я наблюдаю 6-7 трудовых конфликтов Вот И это Не самый такой Печальный момент Вот Причем Можно Отслеживать По этому Да Приложению По этим Новостям Что происходит В рабочей среде То есть На самом деле Сейчас Я могу наблюдать Такую тенденцию Что Рабочие Причем Крупных производств Золотодобыча Нефтянка Прочие заводы Фабрики Они начали Если действительно Кто-то борется За свой рабочий профсоюз Например Ну Золотодобытчиков Сейчас Честно говоря Не скажу Это Восток Они боролись За то Что им Ну как сказать Не разрешали Не позволяли Выбрать Своего Рабочего В правком А там Срывали голосование И они Выступили с тем Что они Престанавливали работу И заслужили это Все Теперь у них правком Рабочий Тем самым Исполняют Только их интересы Они работодатели Что И должен делать Профсоюз Вот Второй такой Позитивный момент Сейчас происходит На заводе Звезда Не в нашем городе Дальний Восток Да Именно Там Происходит Ужасное давление На коллектив Который Причем именно на коллектив Не на рабочего На коллектив Достаточно Около ста человек Они Начали Распространять Что у них на предприятии Плохо Поскольку Обращение К администрации Не дало никаких результатов Кроме того что Да-да Идите Они Выступили Это Написали Во все инстанции Возможные Они Записали Ролик в интернете За это Их начали Репрессировать Но Вместе с этим Их ответ был Следующий Вот буквально Сегодня Об этом Узнал Они просто Приостановили работу Но Есть один Негативная тенденция Они стихийно И Не по закону Это начали делать То есть Не ссылаясь А просто Остановили свою работу За это Их могут Конечно уволить И вот это Нам нужно избежать Они не остановили Они приостановили Нет Они остановили Именно В этом то и заключается Проблема Если они просто Побросали Как говорится Инструменты То это Это не является Приостановкой Поскольку Вы просто отказались От выполнения Своих договоренностей Что является Нарушение трудового договора И последующее Понятное действие Работодателя Увольнения Вот Нам нужно Исключить Эти возможности И мы должны Поэтому Мы должны Действовать по закону Да Он тернист и труден Нам его Как говорится На блюдечке Никто не подавал Устраивали Забастовки Но Вместе с тем Это Достаточная версия Есть множество Способов Вести коллективную Борьбу Ну не только Забастовка Забастовка Это особый инструмент Который действительно Нужен для Действительных Кардинальных Изменений То есть Его нельзя использовать Это как Катюша Ее нельзя использовать По стрельбе Воробьев Ее и надо использовать Только Ну вот При взятии города Цитадель По площадям Именно У нас есть Какие Итальянская Запастовка Работа По правилам Приостановка А не выплате Заработной платы В течение 15 дней Да У нас есть Приостановка Работы Ввиду несоблюдения Требования Техники безопасности А они на каждом Практически Предприятии Не соблюдаются В полной мере То есть фактически Вы можете останавливать Ну работу Важным вопросом Коллективно То есть Никогда Ни одному Вот Фактически В любой момент Как только вам нужно И при этом Выставлять уже Какие-то требования Вот как раз Маленькие Медленнее Надо работать Да Медленнее надо работать От этого Как говорится Вам все равно платят Не за скорость Как вот показывает практика Платят совершенно Не за скорость Не за количество Ну кроме там Издельщиков Ну и то Там все равно Будет среднее То есть Больше того что вы сделаете Вы никогда не сделаете Вот А переработки Это только К сожалению На руку Не нам Потому что Переработав Каждые 8 рабочих По часу Это увольнение Фактически Еще одного Рабочего Потому что Зачем Если вы и так По часу Перерабатывались В итоге Плюс 8 часов То есть Можно не оплачивать Труд Еще Или Или Например Многие Совмещают Не свои Прямые обязанности Ну например Я умею И на погрузчике Работать Я умею И Допустим На станке Работать И могу Одновременно Меня просят А я по доброй душе Да Это делаю Но Как мало кому известно За совмещение должностей Да И профессии Необходимо доплачивать 30 процентов Да То есть Вы не обязаны Исполнять то Что не требует От вас должностной Инструкции Это очень важный Момент Кстати Второй момент Потому что не у многих Есть должностная инструкция На руках Что Ставит Под вопрос Работу по правилам Поскольку Вы этих правил даже Не знаете Вот То есть У вас опять Отнимают инструмент Для каких-то требований Для того Чтобы повышать Свои Условия труда Вот Поэтому Основываясь На Опыт Да Нынешний Стихийный Такой Рабочего Движения Да В становлении Такой Вот Пока Нащупывающий Действительные Инструменты Да Влияние Предлагаю Руководствоваться Как раз таки Рекомендация Научно-практической Инференции О том что Не нужно Стихийных Выступлений И не нужно Выступлений Единичных То есть Вы должны Подготовиться И Вы должны Быть уверены Что Выступая Да Итальянской Забастовкой Работая по правилам Или Забастовкой То есть Все И Мы Бастуем Тоже Как бы Забастов Но незаконно Любой суд Как бы С радостью Прикроет вас И Вас можно будет Уволить Наложить штрафные санкции За то что сорвали Заказы Огромные Миллионы Ни один рабочий Это не Только суд Может признать ее незаконно Именно Это именно Но Нельзя доводить до этого Чтобы у них была Возможность Это То есть Необходимо Да это очень сложный процесс В виде забастовки Но остальные Не такие сложные Это вот буквально Завтра можно собраться И решить дело Единственная сложность Пока представляется Для рабочих Это коллективные действия Хотя бы вот Мало-мальски Второй От меня Такой Опять-таки Из практики Изучать Трудовой кодекс Обязательно Без этого Мы пропадем Потому что Многих пытаются уволить Причем многие увольняются По собственному желанию Но желания Естественно у каждого Такого нет То есть Понятно что их вынуждают Но Имеется смысл Знать что Вы не обязаны это делать И что уволить вас Будет проблематично В таком случае Если вы будете Строго Знать ваши Законы Ваши права И исполнять их И добиваться Чтобы их Исполняли Исполнял работодатель Вот Соответственно Предлагается Взять в работу Рекомендацию Научных практических Конференций Коллективных договоров Системы забастовочных Требований С целью Ну и Расширить о том Что не только коллективный Договор Но и в принципе Коллективные действия рабочих Должны Быть четкими Слаженными И Защищенными Что очень важно Без этого Мы не можем Достигнуть Необходимых Улучшений И Результаты Прошу голосовать Кто за Единогласно Принято в работу Поскольку Чем нас больше Ну мы понимаем да Поскольку работаем В больших коллективах Мы понимаем что Чем больше Рабочих будет В нашем объединении Чем больше мы Единым фронтом Будем выполнять Поставленные Всеми нами Задачи Для всех нас Тем самым Быстрее мы Будем добиваться Необходимых Поставленных Нами результатов Поэтому Предлагаю Следующее Проводить Агитацию На своих Рабочих местах С целью С целью Информирования Рабочих О Объединении Рабочих Ленинграда С целью Вступления Этих Рабочих В ряды Нашего Объединения Для Более успешной Коллективной Борьбы Предлагается Следующее В качестве Агитации И пропаганды Распространять В газету Рабочей Рабочей Партии России Народная Правда Со Спецвыпусками Или Без Спецвыпусков Поскольку Она Представляется Довольно Информативным Ресурсом Представляет Довольно Часто И Необходимые Бланки И Необходимые Разъяснения Законодательства Необходимые Мероприятия События Также Уже Проведена Работа По Обеспечению Наших Решений Наших Результатов Нашего Объединения В газете То есть Это будет освещено На весь город Как минимум Ну На весь город Широко сказано В виде производственных Ячеек То есть Заводов Фабрик Производственных Складов Там И так далее А А нас узнает Каждый Рабочий И я очень надеюсь Что Нас станет Все больше И больше И больше С каждым месяцем С каждым днем Поэтому Предлагаю Голосовать За Такие Агитации И Вести пропаганду На своем рабочем месте Кто за? Единоклассно Так И Возвращаясь К Вопросу Да Повестка у нас Довольно исчерпана С чем я могу вас поздравить Мы довольно быстро Разобрали все вопросы По рабочему Поэтому Если есть у кого-то еще что-то Выступить Какой-нибудь практический опыт Возможно еще что-либо Сказать Уточнить Или Предложить Можно Да Голова Шантан Мы сейчас Разговаривали В основном Про производство Правильно? Ну у нас же есть Неотваченная такая Вещь Как Допустим Торговые сети Чем Они принципиально Отличаются По вашему Отвечаю По производственной В производственных Сетях В торговых сетях Конечно Тоже есть рабочие Например Работники склада Погрузчики Приемщики И так далее Да Даже зачастую Продавец Да Например Как конкретный пример В сетях Дикси Да В нашем городе Все их знают В большинстве Случаях Они выступают В меньшую конечно Степень Но Они раскладывают товар Они работают с товаром Не Не с деньгами И следователи Они Тоже выполняют Рабочие функции Но Но Они Являются Такой Серединкой Половинкой Там есть Грузчики Там есть Сантехники Да Там есть Электрики И так далее В тех самых В производственных сетях Которые Да Являются Как раз таки Рабочими Да Среди них Тоже естественно Надо вести агитацию Многие Просто не знают Что они Вот Рабочие На своих предприятиях Да Поэтому Ни в коем случае Нет Не ущемляем Конечно Почему Мы говорим о производстве Производство Они Включают Вот Из моего доклада Исследовала Они Они представляют себя Огромные коллективы Большие Ну по сравнению Например с тремя человеками Четырьмя В магазине Конкретной Торговой сети Условной Да Тоже самое Дикси Да Допустим 200 и 100 человек Рабочих На Заводе Это более Весомый коллектив И Что самое интересное На заводах Фабриках Портах Верфях Да Пожалуй На этом Все В основном Есть еще Коллективные договоры Есть такая практика Поэтому Изменить Уже действующий Проще Чем С нуля Написать И создать Такое На маленьком Предприятии Вот Причем Что Придется Даже С торговыми сетями Там очень сложно Там Я общался Как раз таки С Членом профсоюза Раз я выбрал Конкретный пример Дикси Там Заключение Коллективного договора Чуть ли не Как в каждом магазине Они как будто Атомизированы То есть Это просто невозможно Да Там конечно Четыре человека И пятьдесят один процент Набрать больше Ну Успешнее Но при этом Конкретных каких-то Улучшений Я там не сильно Предвижу Но С тем же самым Моментом Повышая Уровень Жизни Рабочих Да На фабриках То есть основных 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 Локомотивов экономики Да Того же самого Нашего города Мы повышаем жизнь Всех окружающих Трудящихся Поскольку Наша платежная Способность Вырастает Наш пример Передается им Они тоже хотят Жить лучше И они начинают Так же идти Бороться Даже пускай Ну Не за Огромные Прогрессивные Коллективы Хотя Чем человек не шутит Может быть Но они начнут Так же бороться Поскольку Мы поставим И планку Зарплаты Начнем увеличивать Следовательно Придется увеличивать Ее Всем окружающим Ну Поскольку Этого требует Борьба То есть Основным Локалотивом Все равно Так или иначе Является Производство Торговые сети Они да Они живут Здравствуют В них есть Рабочие И там надо Создавать И профсоюзы И в этих профсоюзах Рабочие ячейки Рабочие Секции Пытаться Идти На Коллективные Переговоры Пытаться На На Заключение Прогрессивных Коллективных Доковоров Ну И наше Объединение Оно как раз таки Включает в себя Тот момент Что Неважно Рабочий В какой сфере Ты Ты есть рабочий И Рабочей Солидарностью Мы можем Помогать друг другу То есть там Где меньше Коллектив Мы можем сделать Коллективом Большим Да Информационную поддержку Для этого Коллектива То есть Как вот раньше были Забастовки Солидарности Да Или например Просто коллективное действие Солидарности Тем самым Мы будем помогать другим Трудящимся А они в то же время Будут помогать нам Вот Вот так я и вижу Рабочую солидарность В этом наша сила Как раз таки Но чем нас больше Тем мы сильнее Надеюсь Я ответил на наш вопрос Да Есть еще какие то вопросы Предложения Поправки может быть Тогда У меня Продолжение У меня есть Да Ну как Первый момент Это Непосредственно Да Например Нам будут помогать И уже Осуществлять Эту деятельность Да Члены рабочей партии России Которые Которые Идут к заводам К 6 утра В первые смены И Пытаются общаться С рабочими Но в частности Как средство Раздачи газет То есть Чтобы они попали на предприятие А в газетах написать То что вы хотели сказать В общем то да Вот То есть Таким образом в принципе Каждый рабочий Разнесет эту весть По своим цехам И Ходить особо не надо То есть Второй момент Конечно у нас есть интернет То есть Им надо Непременно пользоваться В плане того что Карточки нам будут уже Мы проходим сквозь стенки Сообщениями Вот Даже если В некоторых производствах Я знаю Есть Режим секретности И там конечно Невозможно пользоваться И мобильным И интернетом Да Но вот как раз таки Там газеты будут лучшим вариантом Поскольку Ну Газета она вот Да Это похоже Ну вот правда газета Вот у нас ее нет У нас только есть Рабочее дело Ребята я видел Которые постоянно проходят Это и есть народное право Рабочее дело Нет газеты за рабочее дело Есть народное право Да Да Это спецвыпуск Можно есть спецвыпуск За рабочее дело Ага Просто я вот Который в Нижненовгороде Это брал Такой я не видел народного Ладно Упущение Ну Да Упущение К сожалению не все еще успеваем охватить Да Не успевают охватить члены рабочей партии Ну это опять таки только потому что на самом деле рабочих Нужно больше рабочих в той же самой рабочей партии России чтобы мы охватывали еще больше заводов фабрик предприятий Да Я хотел бы еще одну рекомендацию Мы совершенно почти используем такой могучий институт как институт инспекторов Инспекторов Профсоюзных в охране труда То есть надо делать Если у вас есть профсоюз значит надо там назначить У много этих самых ответственных за охрану труда инспекторов Эти инспектора Значит Отвечают за то чтобы Улучшались условия труда И должны ходить по темпу Сделать импорт Пропуска Требовать от администрации И так далее Потому что они отвечают за охрану труда И должны везде бывать и сравнивать и налаживать Это все И тут никаких ограничений в количестве их нет Сделайте их 100 человек и действуйте Ну да Это вот как кстати практический ответ к вопросу о том что мы плохо знаем наше законодательство и чем мы можем пользоваться на самом деле Вот Да инспектора они имеют право проходить сквозь стенки можно сказать Вот И отсюда вытекает следующий момент Что не только кстати инспектора и многие другие да в комиссиях и так далее Там должны во первых быть рабочие во вторых рабочие объединенные общие идеи Правильно То есть наши товарищи которые будут проводить политику нашего объединения То есть чтобы все не спустилось как всегда в водосточные трубы Вот поэтому да еще один момент что задача еще объединения является такой чтобы поставить на все важные места Ну еще наших товарищей Вот Так Надеюсь ответил вопрос с Николой Васильевичем сообща Так еще какие то вопросы Подложения Замечания Ну если нет тогда прошу Предлагаю Окончить Ввиду Исчерпание повестки Закрыть Открытое Собрание Объединения Рабочих Ленинград Прошу голосовать Кто за? Единогласно Спасибо Товарищи За то что Поучаствовали Надеюсь В дальнейшем Наше сотрудничество Будет Более плодотворно И мы достигнем тех поставленных задач которые мы наметили Спасибо Так Прошу заполненные мандаты сдать Мандатные комиссии на выходе Основные материалы Прошу разнести Как то возможно размножить или дать почитать в коллективах Обсудить это Обязательно Ну и будем держать связь Ну и будет ПОСЛАН